привет народ ко мне попала ружьишка филингаз но она идет уже с боковым линисбросов с боковым линисбросом как бы новая модель то есть они изменили курок сделали из пластика и сделали вместо подкуркового линисбрасывателя сделали боковой линисброс сейчас мы вот глянем мне самому интересно как это все выглядит ну и посмотрим плюсы минусы так на взгляд оценим сделаем анбоксинг такая коробочка вот сам пеленгасик вот так как я понимаю они изменили курок сделали его из пластика сделали вот вместо подкуркового линисброса сделали вот такой так с виду вроде грамотно выполнен но не знаю как она будет удобно или нет это уже надо проверять непосредственно в воде но также я вижу что здесь осталось дырочка под подкурковый линисброс возможно как-то можно переделать кому если не понравится боковой так со стороны вроде нормально сделано но честно говоря мне не нравится что он выполнен из пластика конечно по сравнению с остальным курком у него вид агрессивнее был чем с пластиком пластиком как-то не фонтан здесь наверное они больше удобства уделили времени чем красоте так как наверное стальной курок ты ничем не заменишь он агрессивно выглядел очень красиво смотрелся так что вот новая комплектация вот в таком виде он выходит могу чуть крупнее показать кому не видно кто не видел вот показываю потому что сам интересовался как это будет выглядеть и вот таким вот образом она появилась ну посмотрим как он дальше будет себя вести потому что многие жаловались на то что скользяшка вот такой наборчик стандартный идет скользяшка наконечник линии пару резинок конечно это не видеоотчет это всего лишь инбоксинг так как по этому ружью были крутые обзоры делали люди очень хорошо описывали подробно и внутри и ствол показывали короче разбирали почти до гаек в этом плане молодцы мы просто делаем такой обзорчик кто не видел вот этот новый боковой линии сброс потому что многие хотят купить такое оружие и как бы не знают что как она выглядит многие даже вообще не в курсе шоплингаз уже делает эти другим линии сбросом у меня товарищ плавает под курковым линии сбросом и ему все его все устраивает как бы он говорит все отлично очень удобно и просто класс а многие наоборот говорят что подкурковые им очень не нравится они там пробуют боковые линии сбросы магнитные и так далее то есть это дело вкуса каждого то есть каждый для себя нужно определить что ему больше подходит лучше всего конечно попробовать пострелять допустим с боковым или там с подкурковым конечно не у всех есть такая возможность но это ружье сейчас как бы распространенное и поэтому я думаю при желании можно у кого-то попросить пострелять и как бы определиться для себя потому что у каждого свои взгляды и вкусы поэтому трудно отталкиваться от какого-то определенного мнения по поводу качества ружья мы тоже не будем говорить потому что здесь мнение как бы некоторые расходятся в основном ружье классная стреляет четко можно охотиться как и в морской воде так и в пресной то есть кефаль у меня товарищ стреляет с него он вообще арбалетчик у него 80 80 арбалет и вот он на море охотиться именно вот сейчас охотиться вот с этим ружьем и говорит что просто класс отлично куда целиться туда и попадает в принципе он очень доволен таким ружьем и она его вполне устраивает говорят что после первых выстрелов потом выстрелов 5 10 делают и что вот это вот расклепывается скользяшка что он не очень качественно шею надо как-то подтачивать на пилингами но это уже вы посмотрите в обзорах которые более конкретно описывают эти нюансы ну вот такой кратенький обзор так что люди кто хочет стрелять по кефали по пеленгасу с пеленгаса стрелять по пеленгасу как бы рекомендуем потому что мой товарищ как бы протестировал кефаль отлично берется с этого ружья то есть для морской охоты тоже он подходит ну конечно при хорошей видимости понятно что его не хватает но опять же все зависим зависит от региона где вы будете охотиться от от места потому что есть море где более прозрачная вода есть менее разные виды охот поэтому нельзя как бы все под одну грибанку грести ну все радовался с вами видеться опять так что подписывайтесь на канал друзья будем продолжать наши видео обзоры увидимся чуть позже всего доброго до новых встреч пока